Еще раз, сегодня мы про линейные модели, которые уже немножко трогали. Но линейные модели — это штука фундаментальная. Про линейные модели примерно вся математика, которую мы проходили в школе, ну и в университете. Поэтому, наверное, в этом месте нельзя выступать самостоятельно. В том смысле, что есть большие шансы что-нибудь упустить. Поэтому, в основном, сегодняшний рассказ по материалам The Elements of Statistical Learning, про который мы говорили на первой лекции. Вот эта замечательная коричневая книжка а-ля Библия. План у нас сегодня такой. Сначала мы поговорим частично про линейную регрессию. Сначала там будет небольшое введение, но это не так важно. Потом мы поговорим про линейную регрессию. Дальше посмотрим, а как можно еще и классифицировать линейными моделями, что несколько более запутанно, чем регрессия. И, наконец, я надеюсь, Никита нам поможет разобраться с домашним заданием. Или не поможет. Никита подумает, помочь или не помочь нам с домашним заданием. Итак, формальная постановка задачи. Я надеюсь, что к этой лекции мы уже все хорошо понимаем, где решающая функция, где целевая. Так вот, смысл в том, что сегодня у нас решающая функция будет линейной. То есть мы ищем такое линейное решение, которое нас спасет. При этом прошу отметить, что во всякого рода учебниках как раз линейные функции ищутся именно в таком виде. То есть B транспонированная на X. Но при этом полагается, что в X у нас запихнут еще нулевой элемент, единица. Всегда. Для любой точки. Такая постановка и такая запись нас освобождает от того, чтобы возиться со свободным членом. Что очень хорошо, потому что становится короче и понятней. На первый взгляд, такое решение кажется примитивным. Ну, кажется, что вот линейное решение, о чем мы тут не знаем. Но это ощущение обманчиво, потому что мы же еще ничего не сказали про то, кто такой вектор X. Это может быть совсем даже не тот вектор, который нам дан изначально. Итак, линейная регрессия. Что касается линейной регрессии, тут задачка понятная. У нас есть какие-то вещественные значения Y. Мы пытаемся восстановить эти вещественные значения Y с использованием линейной решающей функции на основе некоторых факторов из X. Если нас интересует... То есть дальше вопрос в расстоянии. Вот у нас есть Y и у нас есть наша решающая функция. Если расстояние мы будем учитывать по L2, то это довольно известная штука. В принципе, нас никто здесь не заставляет ограничиваться L2. В принципе, мы можем взять любые другие метрики. Так вот, если L2 это норма, то тогда нам достаточно найти минимум. А минимум у нас находится в нуле производной, конечно. Ноль производной мы можем найти довольно дешево. При этом, как вы понимаете, у нас этих нулей там будет не очень много. За счет того, что функция выпукла всячески. И поэтому это единственное решение. Может быть записано в классическом виде. Я думаю, что все это... Все это... Эта формула не первый раз видит. Таким образом, для линейной регрессии, в случае линейной регрессии, у нас существует решение в виде формулы. Клостформсолюшн. Теперь давайте посмотрим на то, какие у нас бывают свойства у этого решения. Ну, по большому счету, из, наверное, интересного... И что тут может быть из интересного? Из интересного то, что мы каким-то образом работаем здесь с Y. Это видно. И этот Y мы смотрим в некотором образе на другое пространство. И в рамках этого пространства как-то нормируем. Из этого можно сделать геометрическую интерпретацию. Если мы будем рассматривать наши вектора немножечко в другом виде. Положим, у нас есть матрица количество факторов на количество элементов. Мы с вами привыкли рассматривать эту матрицу в виде строк. То есть, где у нас есть каждая точка, и каждой точке соответствует какое-то количество факторов. Обычно мы смотрим так. Теперь давайте посмотрим по-другому. Положим, у нас есть какой-то фактор. И у этого фактора есть много-много точек ему соответствующих. Если мы будем находиться вот в таком вот пространстве, то, во-первых, для этого пространства определено, кто такой Y. Y — это прям сразу не скаляр становится. С одной стороны. А с другой стороны мы можем сказать, что если у нас есть какие-то факторы, то решение, вот это самое Y с крышкой оптимальное, у нас будет лежать эта проекция множества Y на множество вот этих самых X. Понятно, что доказать это добро довольно несложно. Ну, там надо взять и посчитать скалярное произведение, оказывается, что это скалярное произведение, ну, скалярное произведение разницы и самого множества, на которое мы проецируем. И оказывается, что скалярное произведение у нас равно нулю. Интересно, что обычно мы рассматриваем ситуацию, в которой количество факторов становится меньше, чем количество точек. Но на самом деле мы с вами в следующей лекции и через лекции увидим, что зачастую линейные модели, которые работают, содержат как раз гораздо больше факторов, чем точек. В этом случае нам нужен какой-то инвариант, потому что решений у нас всяких разных много может быть. Ну, вот, в частности, решение такое-то, что при ранг X с меньшим N, ну, то есть меньшим количеством фичей, у нас ортогональность остается. Это очень хорошо и удобно. Ну, вы понимаете, нам вот эту матрицу, минус первую степень, там возвести не всегда удастся, если у нас матрица будет малого ранга. Нам придется там с псевдообратными работать и все такое. Это все не надо. Это важное свойство, то есть вот это геометрическое свойство мы будем с вами переиспользовать в некоторых методах оптимизации с учетом регуляризации, про которые, наверное, Никита в следующий раз будет рассказывать. Чтобы вы не пугались, я надеюсь, что теперь это чуть более понятно. Хорошо. Мы посмотрели на то, как это можно решить с точки зрения алгебры. Однако, некоторое время назад мы с вами уже выяснили, что очень хорошо, когда нам удается получить сразу несколько интерпретаций того, что происходит. В частности, в данном случае нам интересна вероятность интерпретации. Зачем мы вообще говорим про вероятность? Очевидно, что на практике мы имеем дело обычно с какими-то реализациями случайных величин. То есть мы берем какую-то точку от рэндов. Мы берем какой-то заброс какого-то пользователя, какое-то действие, запуск приложения или еще чего-нибудь такого. И это все делается случайно. Поэтому нам нужно понимать, а насколько эта самая случайность влияет на те результаты, которые мы получили. Поэтому так важно для нас вероятность интерпретации того, что происходит. Так вот, предположим, что у нас y, то есть наш ответ, который мы пытаемся предсказать, дан с какой-то случайной ошибкой. Причем эта случайная ошибка не просто случайная ошибка, а прям белый шум. Белый шум у нас имеет нулевое ожидание, имеет какую-то сигму. И тогда мы можем попробовать рассмотреть следующую модель. Вероятность того, что мы будем наблюдать конкретную точку, мы можем описать формулой нормального распределения. Ну и в частности, наблюдаемой точкой мы можем назвать ту, которую дает нам линейное решение. В частности, β, транспонированное на x, дает нам объяснение текущей точки с точки зрения решения β. x у нас фиксирован, β мы ищем. Таким образом, мы можем сказать, а с какой вероятностью ответ y будет сгенерирован решением, основным на β. Замечу, что при этом все факторы мы считаем, что посчитаны правильно. Вообще говоря, на практике это тоже вопрос непростой. Но пока ограничимся вот этой штукой. Тогда попробуем посчитать правдоподобие всей выборки. Для этого нам нужно, ну в данном случае, я сразу взял логарифм, это log-likelyhood. Для того, чтобы взять log-likelyhood от всей выборки, мы должны взять логарифм от произведения всех точек. Ну, произведения вероятности всех точек. В данном случае мы считаем, что все точки независимы. Это нормальное предположение, стандартное. Теперь вопрос, что же у нас получится. Так как мы считаем, что вот это нормальное распределение у нас верно для любой взятой точки, у нас никакая не смесь там, ничего страшного не происходит, то σ в данном случае может быть вынесено за скобки. Я думаю, это понятно. Ну, в данном случае не σ напрямую, а логарифм от единицы, там, корня, тра-та-та. С другой стороны, у нас есть σ внизу, на которую, ну, единица на σ квадрат, которую мы тоже можем вынести за скобки. И под скобками понятно, что никакие монотонные преобразования нам не интересны, кроме тех, которые меняют знак. Так как у нас здесь знак был минус, мы должны заменить максимум на минимум и таким образом получить знакомую уже сумму. Ну, а эта сумма, как вы понимаете, сильно совпадает с тем, что мы только что рассматривали. Видите, мы сейчас проделали очень несложный трюк с переводом из понятной алгебраической вещи с точки зрения алгебры, там было все понятно. Мы пытались минимизировать разницу, там, чего-то с чем-то. В данном случае мы можем проделать весь этот путь наверх и сказать, а при каких условиях такая разница может работать. Вообще говоря, на практике понятно, что довольно сложно себе представить ситуацию, когда у нас только y с ошибкой. Эта ошибка, на самом деле, белый шум. Этот y одинаковый для всех, там, и так далее. То есть все вот эти условия на практике выполняются редко. Но сам ход размышлений мне кажется любопытным, ну и он много где используется, кстати говоря. Чего у меня здесь не хватает? Если уж мы про вероятности начали говорить. Ну, давайте вспоминать, там, теорема Боец, все такое. Сложно, да? Ну, на самом деле, не хватает у меня здесь прайора, очевидно, на бета. Дело все в том, что вероятность x я могу считать, ну, x, y могу считать фиксированной. Но вот разные решения, бета, мне могут некоторые решения нравиться, а некоторые решения не нравятся. Могут нравиться и не нравиться по разным принципам. Ну, и с точки зрения формулы Боец, я должен был бы здесь все это умножить на прайор, поделить там на x, все было бы хорошо. И вот, скажем так, эта часть, добавление прайора, она будет рассмотрена в следующий раз. Никита будет рассказывать про то, как устраивать правильный прайор. Правильное, скажем так, понимание того, какие бета хорошие, а какие бета плохие. Кроме этого, здесь есть еще замечательная вещь о том, что, зная, как дрожит y, грубо говоря, мы можем понять, насколько у нас дрожит бета. И для этого там есть всякий регрессионный анализ, у которого есть, наверное, годовой курс. Где-нибудь. Исходя из этой интерпретации, мы можем привести некоторые статистические свойства решения. Если наблюдение независимое, и variance от y, то есть наша sigma, которую мы только что ввели, постоянно, и x вычислены точно, ну, то есть полное выполнение тех условий, которые мы только что обозначили. В рамках этого анализа мы можем посчитать, а какова будет variance beta. И вот оказывается то, что variance beta вот такой вот хитрый. Это та самая матрица, которую мы нормировали, образ y, умноженное на отклонение y от y со шляпой поделить на вот такую хитрую штуковину. Давайте попробуем в этой формуле немножечко поразбираться. И начнем с того, есть ли здесь какие-то непонятные обозначения. M в данном случае — это количество точек нашей выборки. N — это размерность пространства. Y, соответственно, это истинное решение Y. А Y с крышкой, ну, то есть это то, которое мы сгенерировали эти точки. Мы его, конечно, не знаем. — У нас бесконечность, он не может уйти. — А? — В бесконечность уйти. — В бесконечность уйти может или не может. А зачем оно уйдет в бесконечность? — Ну, если 0, так и уйдет. — У нас есть 0, да. Тут есть очень тонкий момент. Ну вот, Никита, я же говорил, что спросил. Да, действительно, смотрите, я только что рассказывал про замечательные случаи, когда M у нас меньше, чем N. Ладно, бесконечность. У нас отрицательный variance, что значительно интереснее. Отрицательный variance — это же прям прекрасно. На самом деле эта формула, она довольно хитрая. Эта формула, по большому счету, вот эта называется исправленная дисперсия. Если я уберу отсюда вот этот член, то эту формулу, наверное, кто-то прям вспомнит. Это прям исправленная дисперсия, ровно она и есть. Однако же у нас внутри, под скобкой, не совсем независимые штуки. То есть Y и Y с крышкой друг от дружки зависят. Мы на самом деле Y с крышкой получаем такой, чтобы максимально приблизить Y. Если у нас размерность, то есть N, будет меньше, чем M, ой, да, меньше, чем N, то, скорее всего, мы получим ненулевую невязку здесь. Это все понимают. А вот если больше либо равно, то здесь невязка-то будет почти всегда нулевая. Ну, если нам только не все фичи дали нулевые, например, с нулевыми фичами мы ничего не сделали. Поэтому вот этот 0 и вот это вот отрицательное значение, или там 0, они друг друга должны, по идее, уничтожить. На самом деле, хорошего объяснения, которое не основано на случайных числах, ну, в смысле, не на случайных матрицах, а прям вот доказано, что не для случайных матриц, а для любых это верно, я не знаю. Но для себя могу объяснить следующим образом. Смотрите. В Y с крышкой у нас содержится информация об Y. Если мы считаем, что Y — это какая-то там случайная величина, или Y каким-то образом порожден из X вот таким вот хитрым способом, и считаем, что X в данном случае — это случайный вектор какой-то, то есть не который принимает везде нулевые значения, с таким вектором нам будет тяжело работать, или единичные значения. А вот он принимает реально значимые значения. Значимые значимые. То тогда с каждым направлением, с каждым элементом в X мы будем все точнее и точнее получать, все ближе и ближе получать Y с крышкой к Y. И, грубо говоря, чем больше у нас пространства X, тем меньше у нас остается пространства для маневра вот этой разницы. на самом деле, тем меньше у нас размерность эффективного пространства. Вот этого случайно. Я понимаю, что выглядит это несколько сумбурно, но хотя бы идею вы понимаете? То есть идея какая-то, что у нас эти две штуки зависимы, и зависят они через X. Чем больше размерность X, тем меньше размерность вот этой случайной величины эффективная. А в исправленной штуковине, ну, в исправленной дисперсии, нам нужна эффективная размерность этого пространства. То есть сколько эффективных компонентов мы здесь сложили. Также мы можем посмотреть на вот эту геометрическую интерпретацию, наверное, из нее все примерно понять. Чем больше у меня пространства X, чем больше у меня X, тем меньше у меня остается дополнение, тем меньше размерности в дополнении. И именно из-за этого у нас получается меньше эффективное пространство. Исправленная дисперсия становится вот по такой формуле. Я надеюсь, эту часть мы немножечко разъяснили, потому что она, к сожалению, дается везде без объяснений. Ну, как там? Точнее, объяснения там традиционные. Нетрудно показать, что исправленная дисперсия так выглядит. Кроме всего прочего, если мы предположим, что Y, истинная, было порождено действительно распределением от некоторого бета со звездой, то мы можем сказать, что... Ну, то есть мы можем породить от любого X по этой формуле Y. Дальше возьмем сколько-то представителей этого порождения. И посмотрим, как мы будем восстанавливать бета с крышкой. Понятно, что по каждому датасету, который мы так породим, мы получим отдельный бета с крышкой. Так вот, оказывается, что бета с крышкой, во-первых, не смещен относительно бета со звездочкой, во-вторых, распределен... Во-вторых, имеет вот такое сигма, и в-третьих, других моментов не имеет. То есть распределен нормально. Что, вообще говоря, шикарно. Остался один момент. Вот у нас есть сигма квадрат, тот самый вариант. Это тоже какая-то случайная величина. Ну, вот оказывается, что эта случайная величина распределена по хи квадрату с M минус N минус 1 степенью свободы. Что это за сигма? Это вариант в бета? Сигма, да, это вариант в бета. Как вы видите, очень перспективные свойства, однако все-таки стоит понимать, что приложить на практике эти свойства довольно тяжело, потому что здесь много дополнительных предположений о свойствах бета, свойствах х и так далее, которые не всегда на практике выполняются. Но мы видим, что есть большая область для теоретических исследований данного вопроса. Продолжим. Теоретические споры. Ведем такую штуку, которая называется Z-score. Для Z-score мы можем посчитать для каждой компоненты бета, в частности, ну, бета с крышкой, конечно, а бета с крышкой ИТ. Посмотрим, насколько она сравнима вот с этой самой сигмой, ну, то есть, вот у нас есть какое-то отклонение, есть длина этого отклонения, умноженной на ВИТой. ВИТой, вот смотрите, у нас ВИТой определяется вот этой штуковиной. если думать, что он 0, то тогда, ну, что эта величина неотличима от 0. Зачем вообще нам нужно, чтобы эта самая величина была отличима от 0. Ну, она должна для ответа, потому что это зависит. Ну, мы, да, мы должны понять, насколько от этой координаты вообще хоть что-то зависит. И по большому счету, мы бы хотели получить какой-то статистический критерий, который бы нам мог сказать, что с вероятностью, там, я не знаю, с альфа равной 0,05 мы можем отбросить это направление и больше никогда его не спрашивать. Ну, то есть, ввести какой-то уровень значимости, по этому уровню значимости что-то сделать. Так вот, ZИТ, так как мы знаем, что оно распределено в этом случае по t-распределению с m-n-1 степенью свободы, то если вдруг окажется, что значение ZИТ для именно этого направления существенно отклоняется от ожидаемого, ну, то есть, имеет в этом распределении вероятность там 0,0,0,0,0,1, значит, мы находимся не в этой ситуации и β все-таки ИТ с крышкой не равно нулю. То есть, это статистический критерий того, что β ИТ, то есть, какое-то из направлений, значимо. В данном случае, чем модуль ZИТ будет больше, тем больше мы уверены в том, что β ИТ не 0. То есть, если нам интересно, давайте вот практическую какую-то задачу поставим себе. Вот у нас есть наши студенты. Помните, этих студентов мы пытаемся линейной моделью понять, насколько имеет смысл держать. И получили какое-то решение. Для этого решения мы можем посчитать Z-score. Z-score понятно, как считается. Исходя из предыдущих формул, мы его можем посчитать. После этого посмотреть для каждого из значений, а чему равно ZТ. И если ZТ недостаточно велико, ну, то есть, ZТ не слишком опровергает принадлежность к T-распределению, то тогда только эти значения оставить. Это аналог того, что мы делали, если помните, когда убирали какую-то фичу и смотрели, а как у нас будет предсказывать модель без этой фичи. И сравнивали с тем, как она будет с этой фичой. Только в данном случае мы... То есть, в том случае мы, во-первых, используем bootstrap, то есть, у нас результаты зависимы. А в данном случае, то есть, такой механизм предполагает довольно большое количество предположений о природе. о природе, самого решения о природе того, что мы делаем. По статистическим свойствам есть ли какие-либо вопросы? Нету. Кажется, и идей тоже не очень много. Ну ладно, давайте чуть дальше. Теорема Гаусса-Маркова. Итак, я традиционно, все теоремы у нас без доказательств, как вы понимаете. Для желающих, пожалуйста, посмотрите. Теорема гласит следующее. Линейное приближение, ну, мы с Е это мин, сквер и рор, а по-русски среднеквадратичное отклонение, точный скал, обладает наименьшим разбросом из всех несмещенных линейных решений. Все слова понятны, наверное, смысл не очень доходит. Итак, если вы помните, в пространстве бета у нас есть понятие variance. То есть, насколько у нас отличаются решения друг от дружки, если мы будем трясти наше множество. Так вот, смысл этой теоремы заключается в том, что то решение, которое мы нашли, оно является, оно обладает свойством наименьшего разброса, то есть, наименьшим variance из всех решений, которые не смещены. Не смещены, это значит, вот если мы возьмем и сгенерируем через некоторое бета со звездой наш y, то все несмещенные решения, это все распределения бета с крышкой вокруг бета-звездочка, то есть, средняя от бета с крышкой у нас, ну не средняя, а ожидание бета с крышкой, у нас всегда должно быть бета-звездочка. При этом, например, у нас будет там ненормальное распределение, а какое-нибудь другое хитрое распределение, гипернормальное или еще какое-нибудь. Так вот, из всех таких возможных решений, то, которое мы нашли, обладает наименьшим варенцем. Вообще говоря, это очень сильное утверждение, которое, например, показывает то, что эта ветка тупиковая. В частности, то, что если мы хотим сделать меньший варенц, вы помните, у нас варенц был адский на этих самых пользователях, ой, на студентах, у нас получался варенц, который там от забора до обеда, и с этим варенцем надо было что-то делать. Так вот, если мы хотим оставаться вокруг бета со звездочкой, мы никогда не сможем получить меньший варенц. Соответственно, из этого можно сделать подвывод, простым S и E нам не отделаться. Не отделаться, извините. В данном случае, если мы хотим получить более стабильное решение, то нам придется с вами менять вот этот таргет. Нам придется таргет-функцию как-то усложнять и специально делать так, чтобы она становилась более стабильной. То есть, не она, а решение, конечно, становилось более стабильным. По большому счету, теорема Гаусса-Маркова как раз и открывают нам дорогу в, скажем так, в линейные решения, которые с всякими разными праверами. Если у нас есть априорное распределение, то это априорное распределение нас оттягивает от того решения, которое от бета со звездой и создает нам какой-то другой центр. так, все, я понял, на этом все умерли. Хорошо. Поверьте на слово, а Никита в следующий раз вам все объяснит. А парадокс стейна у нас в следующем году. Ладно. Мы будем уменьшать вариант за счет пояса, правильно? Да. Вопрос как именно? А надо ли нам это? Нам, к сожалению, от этого не убечь, потому что если у нас мало точек и много-много фичей, то у нас значение самого решения очень сильно колбасит. Это значит, что у нас, если мы взяли и натренировали эту бету на одной, на одном множестве, перенесли на другое множество, мы можем получить очень страшный результат. А это, собственно, то, что нас и пугает. Мы же не хотим так. Именно поэтому нам придется идти в какую-то другую сторону. Но, тем не менее, вот мы сейчас посмотрели на задачу регрессии, поняли, что мы пришли в тупик, и дальше как-то с этим тупиком будем делать. Но что еще можно делать с линейными функциями? Вообще говоря, с линейными функциями можно делать еще много разного. Ну, например, мы можем сказать такое. Положим, у нас принадлежит не r, ну, то есть не вещественное число, не регрессия, а мы хотим сразу одновременно несколько регрессий провести. То есть у нас есть y, принадлежащий пространству rk. В этом случае задачка по большому счету превращается вот в такую. То есть все вот эти вот сумму невязок по каждому из направлений y мы можем переписать в матричном виде. А y большое это что? y большое в данном случае, как вы видите, y здесь вектор, а y большое это матрица для всех точек. То есть у нас по одному из направлений идут все y из k, а по другому из направлений идут все точки наши, которые нам интересны. Физический смысл такого подхода? Физический смысл вот какой. Мы хотим получить несколько регрессий одновременно. Несколько смысла с разными β? С разными β. Ну, в данном случае β, как вы понимаете, это матрица размерности n на k, где n это у нас размерность пространства x, ну, размерность фичей, а k это размерность y. Что здесь интересно, то, что переписав это все в матричном виде, мы можем получить довольно интересный вид решения и довольно интересную постановку, когда у нас y получен, мы y можем получить многомерным нормальным распределением, например, или ошибка там распределена по многомерному нормальному распределению. Понятно, что нас не интересует, ну, грубо говоря, это тривиальный случай, когда у нас y не связаны между собой. Тогда мы получаем сколько-то несвязанных регрессий. Ну, мы это можем сделать по отдельности. Проблема в том, что зачастую y это связаны между собой, и вот сейчас один из таких случаев мы будем рассматривать. И тогда нам нужно научиться с этой связью как-то обходиться для того, чтобы получать более точное решение. Для того, чтобы провязывание через y у нас провязывало бы и β. Ну, понятно, что если у нас цели связаны между собою, то было бы классно, чтобы и решения, которые эти цели аппроксимируют, были бы связаны между собой. Вот как конкретно это сделать, мы взяли, переписали в матричном виде, дальше там похимичили, получили новое решение. трэйс. Это след. Это там по диагонали все. Отличная функция. Еще сумма всех собственных, сумма квадратов собственных чисел. Можно так сказать. Влага постоянная. Итак, мы разобрались с линейной регрессией и переходим к линейной классификации. В линейной регрессии мы вроде как поняли, какие бывают статистические свойства, узнали то, что ветвь тупиковая и расширили на несколько целевых функций. Что еще можно делать с линейными функциями? Ну, классифицировать. Классификация является стандартной задачей, при этом мы сейчас рассматриваем прям несколько вариантов классификации. с одной стороны классификацию бинарную, с другой стороны классификацию нарную. Стандартную в нашем случае. И рассмотрим LDA. Итак, кто такая классификация? Для классификации у нас есть традиционный вектор x из некоторого пространства R, под пространство R, возможно. А есть y. y у нас принимает значение одно из от единицы до c. То есть первый класс и c-тый класс. При этом мы не рассматриваем такую ситуацию, когда y нельзя отнести ни к одному из классов. Грубо говоря, мусор тут уже зашит. Если мы будем смотреть на пространство вот этих самых x и перекрасим все точки в зависимости от их класса y, то можно видеть, что эти если у нас хорошее пространство x, то эти группы точек могут быть каким-то образом разделены. И вот взгляд там делит что-то как-то вот там одна группа, вот другая группа и так далее. на самом деле мы можем с точки зрения математики ввести так называемые дискриминантные функции. Дискриминантные функции это такие гиперплоскости пространства x, которые позволяют нам разделить разные классы. При этом нам бы хотелось, чтобы на этих гиперплоскостях или каких-то там других кривулинах, ну, поверхностях выполнялась такая штука, что вероятность отнесения к соседним классам у нас была бы одинакова. То есть это такое место, где мы не знаем, это граница, пограничная поверхность между двумя классами. Ну, двумя или более. Вот. Собственно, мы с вами будем с этим работать. Ну, там есть нота Бена, что монотонные преобразования над таргетом, да и над пространством x дискриминационным функциям не страшны. Только что мы с вами говорили про несколько таргетов, только что мы говорили, а что если эти таргеты связаны, давайте введем, давайте воспользуемся только что полученной математикой. Итак, мы можем ввести вот эту вот закорюкину гамму маленькую таким образом. Возьмем и скажем, что для каждой точки i у нас есть гамма, принадлежащая rc, ну, то есть в данном случае 0,1 в степени c. При этом единичное значение там только в одном месте. это место совпадает с тем классом, к которому мы относим эту точку, а все остальные нолики. Тогда мы такое уже видели, мы можем предсказать линейным решением каждой из классов, воспользовавшись регрессией. Чем плохо такое решение, как вы думаете? Что если у нас будут разные классы равны c? Разные классы у нас получают разные столбцы бета. Все по чесноку. Мы берем среди столбцов бета, выбираем такой, который дает максимум в произведении с текущим вектором x. Все поняли, как выглядит решающая функция? Это xb. У xb дальше получается такой вектор. В этом вектор мы максимум выбираем и номерок этого максимума и выдаем в качестве ответа. Теперь вопрос. Чем плох такой подход? Максимум может быть несколько. Редкая ситуация. Может быть, да, но это не самая большая здесь проблема. Давайте посмотрим на это с точки зрения того, каким образом мы сейчас вообще смотрели на линейное решение. Как мы здесь вообще дискриминационные функции выбираем? Тут дискриминационные функции, они чуть-чуть попозже были, это такое, лирическое скорее отступление, но здесь, как вы понимаете, они тоже будут линейные, ну, как несложно догадаться, не важно. Они там, ну, не важно. в чем проблема? Собственно, решение линейное. Решение линейное, все хорошо. Смотрите, какая штука. Мы полагали с вами, то, что y-ки в линейном решении у нас там прям с ошибкой с какой-то, берутся из РН, а здесь у нас y-ки берутся из 0, 1. Предсказание у нас будет, соответственно, ну, как вы понимаете, от минус бесконечности до плюс бесконечности и кому как верить непонятно. А какой там скейл-то будет? один говорит 20, другой говорит 25. Это вообще значимая разница или нет? Ну, непонятно же, согласитесь. Также мы говорили только что про то, что y нам дан с нормальной ошибкой. Ну, походу, нам y дан не с нормальной ошибкой, а совсем с другой ошибкой. У нас, например, может быть такая матрица, что типа от одного класса мы в другой случайно можем отнести. Ну, это же другая форма ошибки абсолютно. Поэтому, по большому счету, такую модель, на практике такая модель будет давать довольно плохие результаты. да, конечно. Она будет плохо работать, если у нас есть два-класса и все точки находятся на одной линии. Не, это проблема x. Мы сейчас рассматриваем ситуацию такую, когда x прям замечательный. Вот у нас x идеальный, он нам все рассказывает про y. Но есть одна проблема, все равно предсказать не можем, или даже наш весь этот статистический анализ, который мы только что проводили, он не кошерен, просто потому, что у нас y по-другому распределена. Никаких нормальных распределений здесь не будет. Поэтому, ну вот, с теоретической точки зрения такая постановка и такой подход к классификации даже с теоретической точки зрения не очень хорошо работает. Ну, и с практической точки зрения тоже не очень. Почему же? Почему же? Тот самый пример с тем, что они находятся на одной линии. Положим у нас x вот такой вот нехороший. x мы можем выстроить все три класса по одной линии. Тогда дискриминационная кривая между вот этими двумя классами будет проходить ровно посередине третьего класса, и мы отличным образом будем относить все точки прям куда надо. Что не очень круто. хочется вот такого. Как же такое получить? Для того, чтобы такое получить, мы будем с вами использовать линейный дискриминантный анализ. Первый LDA. У нас будет еще второй LDA, который в следующем семестре. Там это будет латент Directly Location, а сейчас это латентный дискриминантный анализ. Я не знаю, как это слово пишется, так что неважно. Представим себе, что все точки, что у нас есть, что все точки, которые у нас есть в коллекции, они рождаются такой смесью распределений. Распределения не абы какие, а прям нормальные. Многомерные нормальные распределения. То есть мы взяли и сказали, мы придумали точку из класса 5. У класса 5 возьмем сигму, возьмем ожидание, бросим рандом, получим точку. Добавим ее в наш датасет с лейблом 5. И вот таким образом породили нашу коллекцию. Это смесь распределений. Наша задача с точки зрения такой постановки разделить все эти точки между исходами, то есть восстановить, а кто же на самом деле виноватый, кто же породил сигнал. Мы с такой задачей с вами сталкивались. Буквально две лекции назад у нас с вами люди там в дартс играли. Успешно или неуспешно. Здесь задача такая же, по большому счету. Только теперь у нас это не двумерное, прямо многомерное распределение. И тут вообще говоря, сигма G может отличаться друг от дружки. каждой точке. Каждый класс. У нас G классы и точки. У нас еще и K классы. Вот. Но точки почти всегда I. Почему такая модель кажется интересной? Дело все в том, что при такой постановке оказывается, что границы между этими множествами, между множествами порожденными нормальными распределениями, пускай даже с разными сигмами, это прямые. Таким образом дискриминационные поверхности у нас будут гиперблоскостями. Почему это хорошо? Ну, во-первых, это хорошо, потому что сегодняшняя лекция. А во-вторых, это хорошо, потому что линейные модели, как вы понимаете, самые простые модели. А чем проще модель, мы с вами уже проходили это, тем меньше дренной информации в ней есть. Это очень хорошо. Если мы можем получить решение достойное, использующее меньше информации, ну, скорее всего, оно меньше оверфитница. Именно поэтому, не потому, что много множеств есть, которые были сгенерированы таким способом, а именно потому, что у нас линейные границы, это, скажем так, минимально разумные границы. Метод LDA зачастую хорошо работает. Теперь давайте поймем, а как конкретно с ним обходиться. Ну, зачастую, как вы понимаете, если мы будем брать разные сигма-иты, будем брать разные сигма-иты, то, если у нас размерность пространства х достаточно большая, нам придется подобрать большое количество матриц разных по числу классов. То есть, количество переменных, которые нам необходимо подобрать, возрастет с, там, я не знаю, n квадрата до n квадрата умножить на k. Что в многих задачах, ну, например, есть такая задачка, там, типа, категории текстов каких-нибудь найти, и там тысячи категорий, или там десять тысяч категорий. Оказывается, что переменных становится несколько больше, чем хотелось бы, во всяком случае, несколько больше, чем точек, и такие прямые подходы здесь действовать не будут. Поэтому зачастую делают следующее, говорят, ну, окей, хорошо, вот, сигма-иты, пускай будут одни и те же, а мы будем искать только ожидания, то есть только те точки, которые определяют центры классов. Если мы зафиксируем, ну, на самом деле, даже если не зафиксируем, то вот такие djk, ну, то есть разделяющие дискриминационные поверхности, на которых выполняются условия равных вероятностей, окажутся прямыми. это несложно показать. Ну, не так несложно, как это было про n-m-1, а прям в прямом смысле несложно. Как же эти прямые выглядят? А прямые эти выглядят вот таким вот нехитрым способом. Да-да-да, все понимают, что вот это такое. И никто не спрашивает. Ну, как вы думаете, судя по буквам? Приятность. Да. Где-то вымеряет из того, что это наш класс. Да. Помните, у нас был первый шаг, когда мы генерировали множество. Мы на этом первом шагу кидали монетку и выбирали, какой класс. Так вот, pg это вероятность того, что мы выберем именно этот класс. А px это вероятность точки, что она будет сгенерирована. Мы можем считать, ну, так как нас интересует задачка не того, как была точка сгенерирована, а то, как по классам распределились. Оно не зависит от класса, поэтому мы ее у всех сократим. Если мы посчитаем логарифм от вот этого добра, ну, логарифм от единицы нолик, это, я думаю, все понимают, логарифм вот этого добра у нас там сократится px. Это понятно. Ну, у нас слева px и справа px. Ну, или там минус px и плюс px. Пофигу. В данном случае он сократится и останется у нас только логарифм соотношения pg, только тут не px, а pk. Это ошибка. Так, что-то отстаем. Хорошо, давайте попробуем догнать. Так, что здесь сделано? Я взял и написал вот эту вот штуку. я pgx и pkx выписал. Поделил их друг на дружку. При этом делить я ленивый вообще по природе своей, поэтому делить я не хочу. Я хочу прям разницу брать. Для того, чтобы брать разницу, я логарифм взял. После того, как я взял логарифм, все все мое произведение вот это, оно распалось на несколько компонентов. Компонента вот эта, она просто сократилась при делении. Ну, потому что я договорился с вами, что сигма у меня будет одноэтаж. Вот эта компонента у меня превратилась в вот эти вот части. И, наконец, последняя компонента, вот эта разница, у меня p от x ушло, ну, сократилась, а pg поделить на pk у меня осталось вот это k. Не смотрите на то, что это x. Ну, еще раз, у нас генеративная модель. Мы договорились, что мы будем генерировать точки из класса 2 с вероятностью 0.1, а из класса 3 с вероятностью 0.2, а все остальные точки у нас будут принадлежать классу 3. Каким образом мы можем получить это из датасета? Ну, посчитать, сколько у нас точек относится к какому классу. Ну, окей. По-простому, чё. Можно вот пуском с такой? Да, конечно. Это нековолиентно потому, что мы пытаемся в пространстве РН покрыть шариками одинакового радиуса и для этого мы ищем плоскости преподимулярных шариков. Ровно так. Это просто, это оно, прям, да. Это прям вот то, что мы делаем. Просто да, именно радиус, ну, это не совсем шарики, они такие, скорее, могут быть элипсоиды, потому что мы сигму-то подбираем. она у нас не это самое, не единичная матрица. Ну, если бы единичная матрица, была бы тогда строго шарики. Но она одинаковая, потом можно поделить. Да, ну, это такие элипсоиды будут. Ну, сейчас картинка будет. Ну, вот я и говорю, они там помятые шарики. Эквипотенциальные поверхности там шарики. Ну, в смысле с одинаковой вероятностью, короче говоря, поверхности там ну, элипсоиды. Или я уж не знаю, как это называется. Элипсоиды, наверное. Ну, да, картинки. Картинки такие. Вот у нас есть три класса. мы этим трем классом обозначили, что они были сгенерированы вот такими распределениями. При этом здесь раскрашены слева такие поверхности, на которых одинаковая вероятность у каждого из классов. Ну, вот видно, что они там как-то пересекаются. Их пересечение собственно определяет плоскость, которую разделяет каждые два класса. Таких плоскостей у нас должно получиться по количеству пар. Количество пар у нас здесь там нужное. Вот мы получили три поверхности. Поверхности в данном случае мы доказали, что они прямые. Все очень хорошо. Аналитическое решение LDA довольно простое. как вы понимаете, собственно, то, что я сказал, что вероятность каждого класса мы можем определить, посчитав просто количество точек, которые принадлежат к этому классу. Потом ожидания мы тоже можем найти, это же несложно. Мы возьмем все точки, принадлежащие к этому классу и скажем, а вот это вот наше ожидание есть. Ну и дальше возьмем внешнее произведение разницы каждой конкретной точки с ожиданием по классу и получим вот эту, как она называется, как covariance, covariance matrix. Вообще говоря, мы с вами в прошлый раз уже проходили, что нам не так важно. Мы здесь можем использовать не аналитическое решение, вот совсем аналитическое, аналитическое, простое, а можем воспользоваться чуть более сложными способами и не ограничивать себя равенством sigma. По большому счету равенство sigma или неравенство sigma обычно, ну не то, что обычно, вот те случаи, которые я видел, обычно, конечно, подбирают не полную sigma, а подбирают какие-то параметры к sigma, потому что, когда подбираешь полную sigma, получается из-за этого квадрата там ад, ну, какой-то нехороший ад. Для того, чтобы этот ад уменьшить, ну, я не знаю, давайте сделаем так, чтобы sigma было представимым в более простом виде. Ну, например, какая-нибудь sigma 0, которая общая для всех, плюс какая-нибудь единичная матрица для каждого из классов, которые подбираются отдельно. Количество переменных уменьшили с одной стороны, с другой стороны, sigma все-таки по-разному. Это хорошо. По LDA есть ли какие-либо вопросы? Все понимают, как написать в пять строчек LDA? Это очень простой, тупой, дешевый метод, который работает, если вам нужна классификация. Ну, и LDA на самом деле не так просто превзойти. Итак, какие свойства у нас есть? Первое свойство это то, что нормальное распределение, нормальное распределение ее в основе. Ну, это понятное свойство, которое, с одной стороны, нас ограничивает, ну, тем, что на практике мы с такими пространствами сталкиваемся едва ли. И, например, если у вас есть какие-то бинарные факторы в пространстве, ну, в feature space, наверное, там LDA применять не очень классно будет. Ну, согласитесь, если фактор бинарный, он прям на нормальное распределение, ну, никак не похож. Поэтому обычно, ну, стоит сделать сначала LDA по пространству без таких факторов, а потом их каким-то образом добавить информацию о этих факторах уже в решение. Ну, то есть не надо мешать бинарные факторы в не надо мешать бинарные факторы в модели, которые нормальны. Второе. У нас есть решение в аналитическом виде. Ну, это шикарно. Мы можем, ну, пересчитывать, например, решение on the fly легко. То есть получили новую точку в классе, нам пересчитать это ничего не стоит. На самом деле работает даже в далеких от гауссовских ситуациях, то есть даже если это не нормально распределено, оно просто похоже. Все равно работает за счет того, что мы с вами уже сказали, за счет того, что границы прямые, это очень круто. имеет разрешение в квадратичной маномы, разрешение расширения. Расширение это называется QDA, как вы понимаете, квадратик, дискриминант аналисис. И в рамках этого решения поверхности у нас должны быть квадратные. Ну, там есть несколько вариантов этого QDA, так чтобы не плодить сильно много переменных. При чистом QDA у нас получается куб, даже не куб, наверное, четвертая степень, у нас получается, что мы сначала взяли и расширили пространство до всех квадратов, ну, посмотрели пространство самих переменных, дальше добавили к этому пространству все пары переменных, получили по квадратику. С одной стороны. С другой стороны, LDA нам добавляет вот этот самый, как мы будем искать сигму, это квадрат от всего добра. Получили четвертую степень и погрустили. Ну, то есть, сигма и ты мы уже точно не будем подбирать никогда, кроме случая, когда у нас одномерное пространство, ну, там, двумерное. И для того, чтобы не грустить, в как раз кудей применяют разные способы ограничить сигма, ну, сигмакаты, в частности. Ну, и вот, я еще написал то, что часто рассматривают диагональные сигмака, ну, те самые шарики, просто, ну, там, растянутые по конкретным ортам. Ну, и это я вам уже говорил. Это то, как можно раздувать пространство, то есть, сказать, что у нас это линейная комбинация чего-то, что общее для всех классов, плюс единица минус альфа на нестабильную часть решения. И дальше этой альфы, вариантов решения, вы можете двигать от небольшого варианта для сигма-0 до довольно большого варианта в сдвиг в нолик этой самой альфы. По LDA сделано было очень много работы, в смысле, LDA очень популярный метод. Он там, пожалуй, KNN, LDA, ну, там, линейная регрессия, вот, три наиболее, пожалуй, ну, еще этот самый, хилклами. Вот, как бы, четыре метода, которые каждый школьник должен знать. Следующий пункт. Мы уж, раз мы пошли к классификации и потребовали от этой классификации того, что дискриминационные кривулины у нас прямулины, то давайте идти до конца. Давайте возьмем и по-честному скажем, что у нас должны быть прямые. Прямые, это значит, что у нас 0 равен х транспонирования на некое бета. При этом в этой штуке у нас вероятности должны быть равны. Ну, возьмем, запишем. то есть логарифм между одной, между вероятностью принадлежности к одному классу поделить на принадлежность к другому классу у нас должна быть линейная функция. Если мы логарифм перенесем на правую и получим там экспонент, после этого, извиняюсь, умножим левую и правую часть на вероятность к при условии х, то мы получим систему линейных уравнений, как это ни странно. И у этой системы линейных уравнений прямо есть решение. И все это нам дает возможность понять форму принадлежности, форму вероятности принадлежности к тому или иному классу. Такое преобразование называется Logit. Ну и как ни сложно догадаться, метод, который мы сейчас рассматриваем, это логистическая регрессия. Чем этот метод хорош? Мы ищем такую, такие прямые, которые максимизируют вероятность порождения точек. Так, я понял. Я сейчас сказал непонятное. Смотрите, чисто функционально мы получили штуку, в которой слева стоит вероятность принадлежности к классу. Вероятность того, что у нас будет класс при условии точки х. При этом смотрите, какая штука, у нас же есть правильный ответ, правда? Ну, мы знаем, что эта точка принадлежит к какому-то классу. Нам учитель сказал, оракул наш. И мы, исходя из этих вероятностей, можем взять и посчитать правдоподобие той ситуации, которой наблюдаем. Чем это отличается от LDA? Кажется, что очень близко, да? Ответы разные. Смотрите, в LDA мы сказали, вот у нас есть хитрая модель, и эта хитрая модель нам чего-то порождает. Мы идем от нормального распределения и так далее. Здесь мы идем от другого. Мы говорим, смотрите, границы прямые, прямые. Давайте тогда, нам не важно, какая форма распределения на самом деле, какая там плотность. Давайте мы просто найдем такие параметры, в данном случае β, которые нам максимизируют вероятность правдоподобия того множества, которое мы наблюдаем. Что такое c? В данном случае c – это количество классов. Там можно было k, но, к сожалению… c в условии x. Это последний класс. Дело все в том, что у нас здесь получится чуть меньше параметров β, это… Ну, то есть их меньше будет ровно на одну, на один. За счет того, что у нас в этих линейных уравнениях стоится замечательное условие про то, что сумма всех вероятностей, как это ни страны, единица. Из этого условия у нас получится меньше β, чем можно. Дальше что у нас получается? Получается, что мы нашли вероятность. Эта вероятность не имеет никакого отношения к, скажем так, к тому, каким образом были порождены эти точки. Это просто вероятность при условии таких соотношений. То есть мы не делаем никаких предположений о характере распределений. Мы просто подбираем параметры дискриминационной кривой. Это очень важно. Ну и в рамках этой модели, если есть вероятности, можем максимизировать правдоподобие, мы получаем вот этот знаменитый логарифм. Вообще говоря, этот логарифм зачастую рассматривают для двух классов. В случае двух классов нам нужно найти только одну единственную β, как вы понимаете. Вторая будет естественным образом получена. Это единица минус вероятность или единица поделить на единица плюс с экспонента. Вот. Но также эта штука работает и для N-классов. То есть если у нас есть много классов, мы абсолютно также будем все искать. Как это можно найти? Ну вот у нас по факту есть миллион точек. Миллион мало, 2 миллиона берите. Есть сколько-то β. ну положим три класса у нас. Пускай будет 2-2 β. И положим стомерное пространство. Переменок довольно много. Нам нужно найти максимум. Что делать бы? у вас только что образование было. рассказывать. Что делать тут? Перебирать. Так, погодите. Перебирать мы перебирали в позапрошлый раз. Чего-чего? От градиента. С градиентом какие у нас проблемы есть? Локальный минимум ищет. Действительно, это есть проблема. Ну или можно было бы сказать методом Ньютона, тогда мы бы еще вторую производную сейчас посчитали. А вот эта функция замечательная. Замечательная вот чем. Она выпукла. Логит выпукл. Давайте попробуем это доказать. Сумма выпуклых выпукла. Не будем рассматривать эту сумму. Ну его нафиг. Давайте будем рассматривать ровно одну компоненту, относящуюся к одной точке. Этот компонент выглядит вот таким образом. Дальше смотрите. Вот это оно что выпукло, что впукло. Она линейная. Правда? Осталась у нас вот эта часть логарифма. А это комбинация функции логарифм от суммы экспонент и линейной функции. Логарифм от суммы экспонент это выпуклая функция. А комбинация F от G выпуклый и линейной, если вы вспомните теорию про выпуклые функции, то это выпуклая функция. Таким образом мы доказали, что logit, функция выпуклая. И это значит, что градиентом мы таки дойдем до конца. То есть мы тот максимум, который, да, максимум в данном случае, который мы найдем, он будет единственным, и это будет действительно хорошее правильное решение. Ну, в общем-то, за это logit и любят. Как его искать? Да хоть хиллклайбингом ищите. Тут нормальный хиллклайбинг, он сойдется в нужную точку. Никаких шотганов не надо, ничего не надо. Если вам лень считать производную, ищите локальный минимум, вы попадете в глобальный. Все замечательно. Я очень люблю выпуклые функции. Ну, если вам не лень писать градиентный спуск, пишите градиентный спуск. Градиентный спуск работает. Единственное, я не советую в ноль его сводить. Ну, в смысле, там есть парни, которые уменьшают шаг. Но мы с вами выпуклую оптимизацию будем еще проходить в этом семестре последней лекции. Ну, вот, обычно устремляют шаг к нулю. Вот не делайте этого. В случае машинного обучения не надо. Итак, сегодня мы с вами немножечко погрузились в эти самые модельки. И смотрите, что мы прошли. Мы с вами прошли LDA, который генеративная модель. Теперь вы понимаете разницу между генеративными моделями и негенеративными моделями. Одни рассказывают, как мы точки генерировали, а другие объясняют, что мы получили. И там на первой лекции я когда-то говорил, что вот, если вы хорошо знаете область, генеративные модели вам помогут, теперь вы знаете, что вам поможет. Какой rule of thumb среди тех решений, которые у нас есть? Положим, у вас есть много-много точек. Вы знаете, ну, помните, у нас был такой термин, который назывался, сейчас, у меня джавовские слова на языке, надо их выгнать. Transductive learning. То есть, когда у нас есть ситуация, что мы все точки знаем, которые нам надо классифицировать, а ответов нет. Ответы знаем только для половины. Ну, или там, для одной тысячной части. В этом случае, смотрите, у нас есть полное понимание о том, как же множество устроено. И мы можем воспользоваться вот этими дополнительными точками для того, чтобы прикинуть, какое было распределение. Поэтому, если есть у вас много точек, для которых нет оценок, вы можете эти точки использовать в рамках LDA. Например, для того, чтобы сигму подобрать. Ну, сигма-то у вас одинаковая. Если оно одинаковое, значит, вы можете дополнительные точки использовать для его подбора. Дальше. Если есть водозрения на близость к нормальности, ну, вы видите, что никаких бинарных факторов у вас нету, вроде кучками кучкуются, если посмотреть там пару проекций случайных, то нормальный LDA. Если хотим использовать prior, если у нас есть идея о том, о какие же точки у нас чего сгенерировали. За счет того, что это генеративная модель, мы здесь можем все-таки включить вот здесь вероятность того, ну, вероятность G использовать чуть более сложную. Ну, и во всех остальных случаях советуют использовать логистическую регрессию. Логистическая регрессия просто не делает никаких предположений, она тупо подбирает границы. Это зачастую оказывается более оптимально. Смотрите, у нас есть генеративная модель. Она рассказывает про то, как можно было бы сгенерировать точки. Дальше мы для каждой точки, независимо от того, к какому классу она относится, можем выписать, извиняюсь, полную, ну, полную вероятность. То есть она была сгенерирована либо этим классом, либо этим классом, либо этим, либо тем. Это из теста наши точки. Это точки, которых у нас, да, которые из теста, для которых ничего нету, мы ничего не знаем. Соответственно, из вот этой замечательной суммы у нас там везде сигма. Ну, отлично, вот сигму мы для этих точек будем подбирать. У нас отличным образом получается, что чем больше точек, тем лучше будет понимание про сигму. Там каким-нибудь E, еще чем-то. То есть каждая вот эта вот дополнительная точка все равно привносит знания. И это прям польза. А в случае логистической регрессии нам просто некуда это запихнуть. Так как у нас нет никаких соображений по поводу того, как эти точки генерировались, ну, мы просто не можем это сюда добавить. Мы не знаем, там, какую экспоненту наверх поставить. Ну, с аутлайерами, я думаю, тоже понятно. Почему? Если много аутлайеров, то лучше логит. Аутлайеры — это кто такие? Так, понятно. Да, это точки, которые, ну, какие-то выпадающие. Далеко они, сильно отличаются от всех других. Если у вас есть аутлайеры в больших количествах, ну, не в больших, но в приличных, это значит, что там точно нет нормального распределения. Ну, нормальное распределение, оно вам гарантирует. Помните, вот этот колокол адский. И вот здесь у нас очень маленькие вероятности того, что будет происходить что-то. И на аутлайеры, к сожалению, очень плохо влияют за счет того, что, ну, вы этот самый аутлайер вот сюда в сумму занесете, в любую из, и оно сильно сдвинется. С аутлайерами в аутлайерах надо работать по-другому. Там, медианки, там все такое. Ну, традиционные робастные методы. Итак, в общем-то, все, что я мог сказать про линейные модели, я сказал. Не сказал я только, почему они бывают нетривиальными. Что же скрывается за х? Так вот, если у нас исходные факторы, то это действительно тривиальная модель. Мы взяли, накопали сколько-то фичей, сколько-то источников сигнала, и эти самые источники сигнала использовали напрямую. Да, модель получается очень плохой. Ну, не плохой, но тривиальный. У нас отсутствует фича интеракшн, ну, то есть у нас фичи... Так. Факторы друг с дружкой не взаимодействуют. Ну, то есть, грубо говоря, мы не знаем, а полезно у нас будет эти факторы как-нибудь умножить, или там разделить, или еще что-нибудь с ними сделать, или нет. У нас факторы не знают друг про дружку ничего. Поэтому такая модель действительно тривиальна. Однако, мы можем провести дополнительное преобразование над исходным пространством, и уже в рамках этого дополнительного преобразования начинает решать линейную регрессию. И вот в этом случае линейная регрессия становится... Ну, и вообще свойства линейной регрессии начинают играть нам на пользу. Потому что выучив хорошо, как решать линейную регрессию по очень большому пространству, мы тогда сможем применить эту самую линейную регрессию к пространству сформированному, ну, то есть раздутому из исходного пространства х. Как же можно раздуть? Ну, бывают тривиальные способы, можно раздуть маномы. Ну, и, например, до определенного возраста мы подбирали вот эти маномы, у нас формула релевантности была как раз сумма маномов. То есть линейная комбинация каких-то маномов в этой степени. И вот была целая магическая программа с черной магией внутри, которая подбирала эффективные маномы из тех факторов, которые у нас были. Тогда их было там штук 60-70. Вот. Даже, наверное, до 200 мы так жили. Но это было очень давно. Сейчас сильно все по-другому. Маномы. Их много. С ними все хорошо. Но, к сожалению, они все не покрывают. То есть это довольно однообразная фича интеракшн, которая, тем не менее, хорошо работает, например, для бинарных факторов. Если вы возьмете какой-то бинарный фактор и умножите его на какой-то небинарный фактор, у вас может получиться что-то интересное. Из другого примера фича интеракшн представьте себе, что у вас есть фактор ну, извините, я в ранжирование уйду, меня Никита потом побьет. У вас есть фактор про запрос. А нужно вам отранжировать документы. Как вы понимаете, он для всех этих документов будет одинаковый. Но если вы этот фактор про запрос, например, частоту, умножите на количество, например, ссылок, то окажется, что для высокочастотных запросов у вас ссылки начнут иметь больший вес. Это уже совсем другая информация. Это уже совсем другое качество фактора. Вот такие фичи интеракшн, они безумно полезны. Однако, маномы все не исчерпывается. На самом деле, маномы — это такой самый тривиальный способ, когда мы можем переборными методами просто найти все хорошие маномы. Например, по такому принципу. У вас маном, так как там дальше линейное решение, каждый маном должен по-своему коррелировать с таргет-функцией. Ну, то есть маномы подбирать просто, короче. Неважно. При этом не коррелируя с остальными маномами. Неважно, меня сейчас понесет. Так. Произвольные функции. Кроме маномов могут быть любые другие функции. В частности, нам очень интересны всякие разные деревья. Положим, мы нагенерировали 100-500 всяких разных деревьев. Миллион. Ну, почему не миллион? И получили линейную задачу миллион на миллион, в которой у нас надо развесить деревья. Чем не задача? Фича интеракшн внутри дерева, да какой угодно. Какие сгенерировали, такой фича интеракшн и будет. Размерность пространства. Ну, мы же сказали, что в линейных пространствах мы сами боги. Нас размерность не смущает. Отлично. Взяли, сделали, получили какой-то результат. И, может быть, даже этот результат будет хорошим. Понятно или непонятно, зачем нам так нужно подробно вдалбливаться в линейные функции. Использовать мы это будем нелинейно. Ну, и, наконец, последний слайд. Последний? Да, последний. Никита. Никита.